Итак, добро пожаловать. Меня зовут Александр Шнайдер. Я старший руководитель программ международной ассоциации Step by Step, и я буду осуществлять фасилитацию этого вебинара. Мы уже седьмой раз встречаемся в рамках нашего проекта, нашей совместной инициативы по поддержке родителей для развития детей раннего возраста. Это совместный проект UNICEF, Европейского регионального бюро ВОЗ и Международной ассоциации Step by Step. Прежде чем мы начнем, я бы хотел уделить время техническим моментам. У нас осуществляется перевод в серебском канале на боснийский, хорватский, черногорский и сербский. Также есть русский канал. Пожалуйста, выберите необходимый канал, нажав на значок глобуса в нижней части экрана. Помните, что мы принимаем вопросы в функции вопросов и ответов, либо через чат. Сегодня мы будем обсуждать ключевые темы, которые связаны с психическим здоровьем и благополучием детей и родителей. Помимо этого, мы обсудим вид и взгляд UNICEF на повышение благосостояния и уровня благосостояния и благополучия родителей. Это основная тема нашего сегодняшнего мероприятия. Для нас большая честь, что сегодня с нами двое уважаемых коллег. Доктор Габриэля Фонтана, региональный консультант UNICEF по вопросам здоровья в региональном офисе по Европе и Натальной Арктии, а также госпожа Зорика Трикич, старший руководитель программы международной социацией «Шаг за шагом» и «Стеба». Доктор Габриэль, вам слово. Пожалуйста. Спасибо большое, Александра. Хочу уточнить, всем ли меня слышно. Спасибо большое. Просто с технологиями никогда не понятно. На самом деле, для меня это большая честь и большое удовольствие быть с вами сегодня, чтобы порассуждать о том, каким образом подход к поддержке родителей может быть важным шагом по обеспечению благополучия и развития детей. В том, что касается развития в раннем возрасте, мы придерживаемся комплексного подхода, который включает современное оказание медицинской помощи, здоровое питание, раннее обучение. И наиболее сложный элемент – это родительский уход и воспитание. Родители, они же люди, я сам знаю, сам родитель. У них и у нас есть и навыки, и возможности, но есть и сложности и ограничения. В то же время, родители являются главным ресурсом для каждого ребенка. Поддержка родителей – это самый лучший способ поддерживать детей. Родительство – это не просто. Это обучение новому набору навыков, и ситуация разная для каждого ребенка. Родители, дети раннего возраста, сталкиваются с психическими и психологическими сложностями, и в таком случае это придает дополнительную сложность этому вопросу. Более 250 миллионов детей и подростков сталкиваются с вопросами и проблемами психического и психологического здоровья. Половина из психических состояний диагностируется в возрасте до 14 лет. Поддержка благополучия и психического здоровья детей требует чутких и любящих отношений, стимуляций, ухода для достижения всех этапов психологического развития. Даже в обычных нормальных условиях, безнадлежащей поддержке со стороны специалистов, уход за детьми может стать непосильной задачей, которая будет требовать компромиссов, которые, в свою очередь, не возымеют идеального воздействия на воспитание и развитие детей. В то же время, каждый четвертый родитель или лицо, обеспечивающий уход за детьми, сталкивается с психическими проблемами, что, в свою очередь, ставит детей под риск развития психических, психологических состояний или инвалидности, что, в свою очередь, является проблемой в более взрослом возрасте. Поэтому, очевидно, родителям необходима поддержка для обеспечения надлежащей адекватной поддержки развитию детей. В течение следующего часа, полутора часов, мы будем обсуждать именно это. У нас будет ряд интересных презентаций со стороны профессора Оберкланд. Очень интересная запись. Некоторые взгляды со стороны ЮНИСЕФ о том, каким образом включить поддержку родителей в мультородную программу, подведут нас к обсуждению конкретных примеров того, какие инструменты существуют, а именно уход за теми, кто обеспечивает уход, и приложение Apple. Мы помогаем национальным партнерам включать вмешательства для поддержки родителей в пакеты ухода за детьми. Таким образом, чтобы поддержка адресным образом обеспечивалась наиболее уязвимой семьей. Давайте работать вместе для продвижения экономически эффективных служб, которые дают детям все шансы для успешного будущего. Желаю вам стимулирующего и интересного вебинара и, что еще более важно, успеха в вашей работе по поддержке развития детей. Спасибо, Зорица. Вам слава. Спасибо, Габриэля. Я искренне приветствую всех от имени Международной ассоциации Step by Step. Это для меня большая честь участвовать в этом совместном мероприятии, которое мы реализуем вместе с региональным офисом и Европейским региональным бюром ВОЗ. Тема развития детей раннего возраста – это моя любимая тема. Это очень важная тема. Каким образом можно формировать вмешательства таким образом, чтобы они влияли на наращивание потенциала возможности родителей по обеспечению развития детей раннего возраста? Очень важно поддерживать диалог о том, какую роль психическое здоровье имеет в развитии детей раннего возраста. Важно бороться со стигмой, с предвзятостью. Прошу прощения, мне нужно переключить зарядку. Так вот, я уже говорил о том, что стигма и предвзятость являются важными барьерами на пути к развитию. Вы знаете, что нам всем известна концепция, стимулирующая среды для развития, и мы знаем, что для оптимального развития детям необходима забота, необходима поощрение, стимулирующая среда, а также чуткое родительство, чуткое воспитание. Благополучие детей непосредственным образом связано с благополучием и состоянием тех, кто осуществляет уход за детьми. Также есть огромное количество доказательств и свидетельств тому, насколько травматичными могут быть события в раннем действии, включая холодное отношение, жесткое воспитание или вообще подходы воспитания, которые не соответствуют тому, что необходимо ребенку и каким образом ведет себя ребенок. Мы все знаем, каким образом эти факторы влияют негативно на техническое здоровье детей. И тем не менее, мы не говорим достаточно о том, что мы делаем и что мы можем сделать в этой связи. В рамках нашей ассоциации, международной ассоции Step by Step, мы убеждены в том, что как профессионалы мы все несем колоссальную ответственность за поддержку родителей, не за то, чтобы говорить им, что и как делать, а для того, чтобы оказать поддержку и задавать направление, направление наилучшего охота за детьми. чтобы любовь пришла на место страха, чтобы терпение пришло на место нетерпению и чтобы обучение пришло на место наказания, чтобы родители понимали, знали и принимали своих детей. Для достижения этого необходимо видеть в родителях партнеров. Мы должны помещать их в центр, их и их детей в центр наших взаимодействий, наших вмешательств. Как Габриэла сказала, мы должны давать им достаточно пространства, чтобы они имели возможность рисковать, совершать ошибки и учиться вместе с нами на основании этих самых ошибок. Крайне важно, чтобы родители чувствовали, что их уважают и что их поддерживают. И одним из мощных способов сделать это является восприятие их как партнеров. Адаптация нашего подхода к их интересам, к их потребностям, демонстрация уважения, их решениям и их подходам, это требует определенных усилий с нашей стороны. Обучение, это требует обучения сотрудников тому, как вырабатывать новые знания и навыки, а также тому, каким образом по-новому понимать, что вообще такое родительское воспитание, что такое поддержка родителей в их воспитании детей. Эти новые знания и навыки включают активное слушание, наблюдение без диагностики, навешивание ярлыков, диалог, коммуникация, подход на основе сильных сторон и чуткое реагирование. Когда наши работники встречаются с родителями и относятся к ним непредвзято, когда они внимательны к их потребностям и задают открытые вопросы и принимают всерьез опасения и соображения родителей, именно тогда родители чувствуют уважение и растут в своей родительской роли. Этот опыт также помогает им взаимодействовать содержательным образом с их детьми в рамках наших вмешательств. Это, по сути, цепная реакция позитивных и поддерживающих человеческих отношений, которая формирует наше совместное участие в этом всем. Модули по стимулирующему уходу и чуткому родительству, разработанные вместе с исследовательским центром UNICEF-Экара, посвящены именно этой теме. И это, конечно, влияет на благополучие детей. И мои коллеги разместят ссылку на этот модуль в чате. Прежде чем я завершу свою вступительную часть, хочу напомнить о том, что обучение работников вопросам психического здоровья также очень важно, поскольку они играют ключевую роль в поддержке родителей и детей. В партнерстве с национальными организациями и международными организациями мы разработали тренинг по психологической экстренной помощи и о подходах на основании травмы для дизерального возраста или за осуществляющих ход. И этот учебный пакет включает руководство по уходу за самими собой для родителей и тех, кто считает уход за детьми. Спасибо. Большую тему за вас, уважаемые коллеги, которые не забывают беречь себя и своих коллег. Может быть, этот вебинар также будет полезен и этой цели в нашей работе. Спасибо большое, уважаемые доктора Гавриэля Зорица, за то, что вы постоянно оказываете нашу поддержку. Наше главное выступление профессора Франка Оберкленда с руководителем группы по равноправию разработки детской политики и претворению теории в практике исследовательского института Мердока в Омельбурне, Австралия. Доктор Оберклайд записал свою презентацию по теме психического здоровья в крайнем возрасте. Мы сейчас ее вам предлагаем прослушать. Добрый день. Меня зовут Франк Оберклайд. Я педиатр, который работает по теме развития теоретического возраста. Я много работал в сфере клинических исследований по вопросам раннего детства и психического здоровья, поэтому очень интересно просуждать и о том, и о другом одновременно. Я, к сожалению, не смог подключиться к вам в реальном времени, поэтому это записанное обращение. И надеюсь, что все сработает без проблем. Итак, я сейчас выведу на экран мои слайды. Надеюсь, всем их видно. Итак, первое, что необходимо сказать, это то, какой язык мы используем, говоря о развитии детей раннего возраста. И я уверен, что вы в своей работе с этим также столкнулись. Стигматизация – это колоссальная проблема и для родителей, и для специалистов. Специалисты часто не хотят поднимать вопросы психического здоровья в разговоре с родителями, потому что это все вызывает стигматизацию и защитную реакцию. Также психическое здоровье означает, что родители и взрослые автоматически проблемы психического здоровья считают вопросом заболевания. Поэтому мы довольно долго вообще думали о том, каким образом все это назвать. На самом деле, может, социоэмоциональные проблемы, психическое благополучие, социоэмоциональное благополучие. Ни то, ни другое, собственно, не работает. Мы в итоге говорим не просто о здоровье, а о благополучии. Психическом благополучии. Это работает лучше, чем психическое здоровье. И когда мы все об этом говорим, я полагаю, что мы все согласимся. Проблемы детей с вопросами саморегуляции, их активность, интенсивность, низкий порог раздражительности, проблемы взаимодействия со сверстниками, родителями, регулирование эмоций, высокий уровень тревожности, социальные замкнутые споведенческие проблемы. И это также включает более серьезные проблемы, включая аутизм или депрессию детей раннего возраста. Мы также знаем, что психическое здоровье и благополучие детей это не то же самое, что психическое здоровье и благополучие взрослого. Это вообще другая область совершенно. По ряду причин. Во-первых, дети не являются, не распоряжаются сами собой самостоятельно. Они зависят от родителей во всем. И если родители не стремятся обращаться за поддержкой для себя, то они будут стремиться обращаться за поддержкой специалистов по психическому благополучию и для своих детей. Многие вопросы, которые связаны с развитием детей в более позднем возрасте, на самом деле имеют корни в раннем детстве. Факторы риска, которые мы в состоянии выявить, повышают риск более поздних осложнений. Но с точки зрения реализации политики и стратегии есть ряд вмешательств, которые ориентированы на профилактику, которые доказанно работают. В итоге мы хотим разрабатывать полностью другой подход к вопросу психического здоровья для раннего детства. Наш опыт указывает на то, что вопросы психического здоровья детей рассматривались через призму психического здоровья взрослых, то есть через диагностику и лечение. Это, очевидно, не подходит для детей. Мы хотим подход на основании сильных сторон, то есть ориентироваться не только на проблемы, но смотреть на вопросы, которые мы хотим. Как я уже сказал, язык, которым мы пользуемся при этом, является крайне важным для дестигматизации. Вот известная схема. Это так называемое полуколесо от продвижения профилактики до лечения и до поддержания. И большинство вопросов взрослого психического здоровья находятся в правой части этого колеса, которое касается лечения и поддержания состояния. И мы в работе с детьми и с их психическим благополучием пытаемся обнаруживать и использовать возможности, которые есть на уровне продвижения и профилактики. И мы уверены, что сдвинув наш фокус на эту часть этой схемы, мы действительно сможем повлиять на развитие детей. Вот этот слайд я использую в Австралии для того, чтобы усилить этот тезис о том, что интегрированная система – это не психиатрия, не психология, не третичная поддержка. У нас никогда не будет достаточно специалистов для всех детей. Нам нужно переходить с третичного уровня вплоть на первичный уровень и на уровень семей. То есть необходимо повышать грамотность в сфере психического здоровья, поскольку сейчас мы знаем, что большинство родителей не умеют распознавать признаки проблем с психическим здоровьем и благополучием у своих детей. Также важно, чтобы у родителей был доступ к надлежащим образом организованным первичным услугам. И роль первичного медико-санитарного звена заключается в том, чтобы повышать уровень неосновленности образованности самих родителей. Я уже сказал, необходимо вырабатывать собственный взгляд, собственную призму рассмотрения вопросов психического благополучия детей. Нам известны ключевые концепции развития человеческое, развитие обуславлено динамичными постоянными взаимодействиями между биологическими и биологическими факторами, факторами опыта, то есть так называемой модели взаимодействия. И результатом являются сложные динамические взаимодействия между биологическими факторами и средой. То есть мы видим, что само развитие непосредственным образом взаимосвязано, не просто связано, а взаимосвязано со средой. Родители влияют на детей, дети влияют на родителей, родители влияют на детей и так далее. И мы знаем, что дети, которые демонстрируют признаки психического здоровья или благосостояния, являются результатом того, что в какой-то момент что-то пошло не так именно в этой структуре взаимодействий. Нам также известно, что нельзя разводить на разные области когнитивные, эмоциональные и социальные способности детей. Они все взаимосвязаны. Мы также знаем, что среда влияет на развивающийся мозг и повышает вероятность когнитивных, социальных, эмоциональных и поведенческих проблем, если стресс присутствует в среде ребенка. Пластичность мозга и способность менять поведение уменьшает это со временем, поэтому намного правильнее стремиться предупредить и скорректировать проблемы как можно раньше, с экономической и социальной точки зрения в том числе. И это, опять же, проиллюстрировано на этом слайде. Чем раньше мы начинаем, тем ниже стоимость и выше эффективность. Чем дольше мы ждем, тем выше стоимость и тем меньше эффективность. По крайней мере, в нашей стране и в многих других странах, как правило, уменьшательства ориентированы вот на этой части временной шкалы. То есть, какие-то уменьшательства становятся доступны, когда проблемы становятся настолько сложными, что игнорировать их больше нельзя. Но в этот момент уменьшательства все уже очень дорогостоящие, а эффективность этих уменьшательств довольно низкая. Что касается факторов воздействия, помимо належащего питания и защиты от инфекции, заболеваний и травмы, следующим важным, важнейшей, следующей важнейшей детерминатой развития детей является качество отношений с родителями и с теми, кто считает за ними ход. Мы знаем, что когда родители обеспечивают стимулирующую среду, это закладывает серьезную основу для здоровья, для психического здоровья, для нормального поведения. И, конечно, в общем-то, и вся логика концепции стимулирующей среды и отзывчивого родительства. Мы также знаем, что есть и факторы риска, связанные с деятельностью родителей, с воспитанием детей со стороны родителей. Очевидно, бедность и все ее проявления, злоупотребление непсихоактивными веществами, проблемами психическим здоровьем, сложности в отношениях, строгое, чрезмерно строгое воспитание, вопросы развития самих родителей, любые источники стресса и неуверенности в плане проживания, продовольственной безопасности. Любой стресс может быть фактором риска и повышает как следствие риск развития вопросов с психическим здоровьем или благополучием у детей. Или мы знаем, что любая сложность, которая влияет на родителей или лица, осуществляющих ход с детьми, потенциально может возникнуть негативное воздействие на развитие мозга детей раннего возраста. Мы также знаем, что есть и факторы риска для детей. Недоношенность, недостаточное замедление роста, задержки развития, физическая инвалидность, а также сложный характер или темперамент, который не вписывается в ожидания родителей или в их манеру воспитания. Мы также выделяем ряд предсказуемых сложностей в младенчестве. Это плачь, проблемы со сном, беспокойное поведение. Это очень сложно для многих родителей и зачастую является первым признаком будущих проблем, если на это не обращать внимание. В раннем возрасте также есть сложности, истерики или противоречивое оппозиционное поведение. Мы знаем, что многие родители испытывают сложности тем, чтобы контролировать своих детей вот в районе возраста двух, трех лет. Им кажется, что это какой-то монстр, который закатывает истерики, не слушает и так далее. Это на самом деле все предсказуемо и ожидаемо. Что касается дошкольников, оппозиционно настроенное поведение, проблемы с едой и со сном, социальные сложности, агрессивное поведение, проблемы с саморегуляцией – это все предсказуемые этапы развития. И мы, как профессионалы, работающие с родителями, с детьми, должны предвидеть вот такие сложности на каждом этапе развития и быть готовыми разговаривать с родителями об этом для того, чтобы у них был инструментарий для того, чтобы предупредить дальнейшее развитие и эскалацию этих проблем, предсказуемых, и ожидаемых проблем. Подход к нашей оценке должен быть ориентирован на детей. Мы должны все рассматривать через призму развития детей. То есть все должно соответствовать возрасту ребенка. И, конечно же, есть подходы, разница в подходах между психическим здоровьем взрослых, подростков и детей. Важно выявлять и понимать факторы риска для родителей, факторы риска для детей и понимать различия между ними. Можно понимать также единство того, что мы называем единой концепцией благополучия, а также оценивать природу возможного несовпадения темперамента родителей стилю и ожиданиям родителей, потому что родители думают, что дети должны всегда хорошо себя вести, делать то, что им говорят. И когда этого не происходит, когда у ребенка сложный характер темперамента, или он долго и не так окружается родителям, развивается, это может создавать сложности и усугублять дисфункциональные отношения, которые могут уже зарождаться между родителями и между родителями ребенком. Всегда важно получать информацию в других источниках, например, на уровень дошкольного учреждения, то есть обращаться к специалистам, к другим семьям, поскольку это дает важное указание на то, что если ребенок вызывает, например, какие-то проблемы только дома, но приношет себя, например, совсем по-другому, в, например, дошкольном учреждении или у бабушки и дедушки, это, очевидно, дает определенные подсказки о том, как выстраиваются отношения между ребенком и родителем и каким образом можно выстраивать руководство и вмешательство. Опять же, важно помнить об опасности стигмы, стигматизации, ориентироваться на сильные стороны, на то, что хорошо удается в части воспитания. Не стоит непосредственно давать советов о том, как и что исправить. Скорее, начинать нужно всегда с того, чтобы поощрять то, что получается хорошо. Поддержка родителей, очевидно, является ключевым фактором успеха построения доверительных отношений с родителями и дальнейшее развитие этих отношений создает пространство для разговора с ними, для озвучивания любых сложностей, которые у них могут возникать. Как я уже упоминал в следующем слайде, важно переформулировать концепцию поддержки родителей. Вместо того, чтобы ориентироваться на воспитание и на ограничениях воспитания, фокусироваться на необходимость ребенка, объяснять, на каком этапе развития находится ребенок и что им необходимо для того, чтобы они развивались оптимальным образом. Сейчас там уже концепция, которая называется не спектр психического здоровья, называется спектр благополучия ребенка, здоровый ребенок, справляющийся ребенок, ребенка, испытывающийся сложности и нездоровый ребенок. Мы на самом деле хотим отойти от такого языка, от таких языков, от слух, имеющих диагностическое значение. Есть, опять же, это же все, это же все постоянное развитие. То есть, если у кого-то какие-то дни настроения не очень, это не значит, что это проблемы. Во время ковида испытывать тревожность и беспокойство было абсолютно нормально, потому что никто не знал, что происходит и насколько это все затянется. Поэтому важно говорить об этом с родителями в том числе. У нас есть целая концепция, которая касается комплексного потолка к благополучию. Я вот, собственно, разместил ссылку в чате. Мы используем многие из этих инструментов для того, чтобы общаться с родителями, объяснять им, как и что у них происходит. То есть, думать не о том, каким образом выглядят на самом деле их родительские успехи, а ориентироваться на том, на каком-то образе, с родителями ребенка. Еще один подход, который мы использовали, это концептуально отойти от работы исключительно с группами высокого риска, например, в условиях насилия всеми. Правительство, как правило, тратит деньги на эти проблемы, поскольку, как говорят, что если средств недостаточно, нужно инвестировать в тех, у кого наибольшие проблемы, на самом деле, никогда не работает, никогда не будет достаточно ни профессионалов, ни ресурсов, чтобы можно инвестировать в наиболее проблемные области. Поэтому мы предлагаем использовать универсальный подход, подход на основе всей популяции, когда обучение, образование и услуги по вмешательству предлагаются абсолютно всем, и мы постепенно смещаем наш фокус в левую часть этого графика, поскольку, как здесь показано, мы переносим в таком случае наше внимание на более низкого риска, что должно в теории снижать количество детей или родителей, с теми сложностями, с которыми они сталкиваются. В заключении можно сказать, что мы знаем, что дети проходят через предсказуемые этапы и переходные фазы, которые могут представлять определенный риск для вопроса психического здоровья и благополучия. Мы знаем, что быть родителем – это ключевая роль, важнейшая роль в формировании благополучия детей, и родители и дети развиваются вместе. Мы часто забываем о родителях, мы говорим о том, что дети развиваются, но мы забываем, что развиваются и родители, они развиваются вместе. Поэтому эти ключевую роль и в этом родители – не просто потребители услуг, они также являются ключевыми проводниками перемен, перемен в детском благополучии. Традиционный подход, как мы знаем, не работает в случае детей. Мы знаем, что благополучие детей и родителей тесно взаимосвязаны, необходимо использовать язык поддержки, поощрение и благополучие для детей и родителей, а не язык диагностики и проблем. Для тех из вас, кому интересны стратегические документы, хочу поделиться вот таким документом. Национальная стратегия детского и психического здоровья и благополучия. Кажется, мы единственная страна, в которой есть подобные стратегии, которые одобрены федеральным правительством. Опять же, обратите внимание, мы не говорили о третичном уходе. Мы начинаем с семьи и сообщества, потому что именно вот туда и нужно инвестировать ресурсы в обучение родителей, в поддержку родителей. То есть, наша система услуг и обслуживания ориентирована не на третичный уровень, а на уход с детьми, обучение на использование интеграционных данных. и мы используем восемь принципов. Это подходит ориентация на ребенка, использование сильных сторон, универсальность системы, то есть, которая касается не только крайних ситуаций, использование доказательных передовых подходов и постоянная оценка качества, ориентация на профилактику, равноправие и доступ в организации нашей работы, вне зависимости от, например, финансовых положений, раннего вмешательства и все должно строиться на основе потребностей, а не диагноза. И мы предлагаем ряд действий, ряд мероприятий, которые представляют собой фундаментальный сдвиг в понимании того, что является психическим здоровьем и благополучием детей, изменение языка, которое касается благополучия и направлено поддержку раннего вмешательства, изменение статуса для того, чтобы психическое здоровье детей имело такую же важность, как и физическое развитие, изменение в доступе и равноправии, изменение в доступе на основании потребностей и изменение в коллективном понимании роли детей, сообщества, служб и лиц, оказывающих поддержку. Это существенный отход от традиционного взгляда на вопрос психического здоровья. Спасибо большое. Вот мой адрес электронной почты и я в вашем распоряжении. Интересная и вдохновляющая презентация. Мы благодарны доктору Доброк Лану за что он записал для нас свои выступления по теме изменения подходов к детскому психическому здоровью и благополучию в Австралии. Мы также призываем вас обратить внимание на те блоги, которые ведет доктор Робок Лан в рамках нашей системы радиомешательства для поддержки родителей. Сейчас мы с удовольствием заслужим презентацию выставленной Эпилиной Борисовой, регионального советника ЮНИСЕФ по развитию детей раннего возраста в региональном офисе ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии. Помните о том, что не будем записывать ваши вопросы или комментарии в функционал вопросов-ответов или в чат зума. Спасибо большое, Александра. Спасибо большое, Александра. Надеюсь, что меня слышно. Очень сложно выступать после такой замечательной презентации к карьеру Хобберг-Ланда. Было бы очень радо, если бы он был с нами в реальном времени, насколько уверенно было бы много вопросов. Сейчас по этой презентации хочу немножко отойти от того, чтобы довольно четко было продемонстрировано качество необходимости отхода от медицинского взгляда на вопрос поддержки детей или осуществляющих уход. И хочу поговорить о том, насколько важно оказывать поддержку родителям в раннего развития их ребенка. Мы в Унисеф продерживаемся комплексного подхода о том, что поддержка детей предполагает поддержку взрослых, поэтому предложу вам несколько тезисов рассуждения об этой теме. Напомнить вам, мы об этом уже слышали, слышали о том, насколько важны родители, но мне нравятся фразы на экране. И это на самом деле лозунг той компании, которую мы проводили, когда рождается ребенок, рождается и родитель. И люди часто забывают, как мы слышали уже в предыдущих выступлениях, о том, что когда мы начинаем этот путь, путь родительства, мы также учимся, и об этом важно постоянно напоминать родителям. Именно поэтому когда мы просим родителей чутко и отзывчиво подходить к потребностям своих детей, нам важно также помнить, что они, опять же, делают только первые шаги в этой своей новой роли, и все наше обсуждение с ними нужно строить, исходя из нашего этого понимания. Опять же, с учетом того, что каждый ребенок уникален, даже те, у кого для этого были дети с рождественного ребенка, могут быть, совершенно неожиданными для себя новыми сложностями. Мы уже слышали от доктора Оберт Лайна и от других уважаемых участников о том, что самое главное это постоянная стабильность, стимулирующая среда, и это взаимодействие со средой с родителями, с теми, кто осуществляет за ними уход, обусловлено множественными факторами. То есть, уже говорилось и о психическом здоровье родителей и о стрессе, который может вызывать бедность, отсутствие уверенности, в чем-то отсутствие систем поддержки. То есть, важно постоянно помнить, что даже когда есть программы, хорошая программа поддержки родителей и ресурсы для родителей, есть все равно другие факторы, которые находятся вне нашего контроля. То есть, те самые факторы, которые перечислены на экране, психическое здоровье родителей, возможно, стресс, понимание, уровень понимания со стороны родителей потребностей детей в части развития, а также опыт, который формирует, который он вращивает, который испытывает родители по уходу родительства. я думаю, что можно перейти к следующему слайду. Здесь я хотел проиллюстрировать, что тот разговор, который у нас проходит сегодня, связан с тем, какое воздействие, какие результаты имеет работа с родителями для создания родителями стимулирующей среды и принятие чуткого и отзывчивого метода воспитания. Это глобальная рамочная структура UNICEF для обеспечения психического благополучия детей. И говорится о том, что воздействием всех наших усилий должно быть поддержка психического здоровья и благополучия детей и подростков и защита для того, чтобы они выживали и максимально оптимально развивались в своих соответствующих естественных средах и обществах. Это важно учитывать и в программной деятельности, которую мы себе выбираем в качестве ориентира для дальнейшего взаимодействия и дальнейшего развития систем. Что же нужно родителям? Когда мы говорим о том, что родителям не будем оказывать поддержку, важно понимать, какая именно поддержка им нужна, то есть, что им нужно, и в следствии представляет, что мы тем самым их поддерживаем. Очевидно, что мы расширяем здесь понимание того, что вообще, что такое поддержка. Поддержка, начиная с того, что мы от родителей и от партнеров и от всех остальных слышим, что в первую очередь родителям нужна информация. Им нужны доказательные, четкие, понятные источники информации, которым они доверяют и которым они могут обращаться в случае любых вопросов. И обеспечение вот такого рода доступной информации является самым первым шагом к обеспечению комплексной поддержки родителей. Также необходимо поддерживать доступ родителей к качественным услугам, которые дают им навыки для создания стимулирующей среды, которые укрепляют их собственное психическое здоровье и благополучие и дают им общее ощущение того, что есть определенная среда поддержки, есть сообщество ухода. И все это подводит нас к третьей потребности и родителям необходима стимулирующая поддерживающая среда, а также стратегии и методы взаимодействия с семьями, которые являются дружественными для семьи и которые дают семье ощущение ухода и внимания. То есть три ключевых элемента, они очень тесно связаны друг с другом и важно понимать, каким образом мы можем формировать систему поддержки таким образом, чтобы они закрывали все эти три элемента. Каким же образом мы в таком случае строим наше видение? У нас очень амбициозное видение. С нашей точки зрения надеюсь, что это видение разделяет все. Мы хотим видеть мир, где каждый родитель вне зависимости от происхождения и обстоятельств имеет доступ к комплексному пакету поддержки родителей в наиболее важные, фактически важные годы развития ребенка, что дает им возможность, что дает им силы для стимулирования развития потенциала детей. То есть мы хотим увидеть переход в подходе в отношении к тому, что поддержка родителей считается сейчас чем-то факультативным, но на самом деле нужно считаться чем-то не просто претендентным, а просто жизненно важным и необходимым. Тем, без чего совершенно нельзя. Именно только таким образом мы сможем обеспечить системный комплекс поддержку родителей. Я уверен, что, я надеюсь, уверен, что мы все вместе работаем над этой темой, над темой обеспечения универсальной поддержки родителей, конечно же, обеспечивая более и целевую поддержку уязвимым семьям по условиям более комплексной следы. Также важно использовать все возможности цифровых инноваций. У нас есть прекрасная презентация по новому инструменту от коллег из Узбекистана. И, как уже было сказано, мы также ищем способы поддержания стратегии и политики, которая ориентирована на семей и на то, чтобы рассматривать все вопросы, связанные с развитием, здоровьем и благополучием через призму детского развития, не перенося взрослые подходы на вопросы детства. И, разумеется, глядя в будущее, необходимо формировать национальные стратегии и планы по поддержке родителей на будущее. Я знаю, что у нас предстоит интересная презентация, поэтому я быстро пробегусь по основным слайдам моей презентации. У нас большое количество, конечно же, коллег, выучившиеся онлайн, все из разных сфер, с разным багажом знаний по вопросу родительства и воспитания. И очень хорошо, что у нас есть существенная доказательная база по тому, каким образом взаимодействие с родителями значительным образом влияет на развитие детей, особенно в раннем возрасте. У нас проведено более 435 рандомизированных контролируемых исследований в 65 странах. мы делаем выводы о том, что программы, направленные на родителей, повышают уровень когнитивного, языкового, социального развития детей, также максимизируют потенциал в части развития атера и также трактору развития психического здоровья для детей. Они являются эффективными в странах с низким, средним и высоким уровнем доходов вне зависимости от уровня благосостояния страны, в части снижения ненадлежащего обращения с детьми, слишком кругового воспитания и предупреждают негативные психические траектории развития и поведенческие проблемы. Мы знаем, что это одинаково актуально для бедных семей, для семей с одним родителем, для семей мигрантов, педенческих меньшинств, для семей, у которых дети имеют поведенческие проблемы и вопросы со здоровьем. Я надеюсь, что многие из вас видели этот треугольник, мы его презентовали неоднократно, но, то есть, вероятно, какую-то версию этой диаграммы вы видели. Мы рассматриваем вопрос поддержки родителей Юнисэф как пирамиду, подчеркивая действительно универсальный прогрессивный подход к поддержке. Вы знаете, что мы говорим о том, что всем родителям важна поддержка, в этом-то и принцип универсальности. И вот мы более подробно говорим о средней части пирамиды, потому что в верхней части пирамиды находится адресная поддержка, интенсивная поддержка, чем выше мы идем. ценность понимания этих уровней поддержки заключается в том, что мы, подходя к вопросу поддержки родителей, всегда должны исходить из комплексной природы их потребностей и, как следствие, из комплексной природы, которая должна иметь предлагаемое нам решение. Надеюсь, что на национальном уровне возможно всем этим уровнем уязвимости и потребности в каких-то странах есть отдельные элементы существующих систем поддержки, поэтому анализ вот такой пирамиды с точки зрения универсальности позволяет также понять, где существуют пробелы и куда они будем направить ресурсы, где они будем делать инвестиции, где они будем наращивать потенциал и усиливать присутствие для того, чтобы все уровни родительской поддержки были охвачены на национальном уровне. Позвольте мне буквально полу минуте выделить каждому из уровней в этой пирамиде, потому что я полагаю, что это очень важно. На каждом на следующем слайде отдельно говорится о том, что у нас для поддержки максимально широкого количества родителей и максимально широкого количества их потребностей есть предложение Беба, о котором мы заслужим отдельную презентацию. Но на самом деле, разумеется, все не сводится к этому отдельно взятому предложению. Есть различные каналы, различные программы, различные страновые подходы, но в этом регионе с учетом роста доступа родителей к цифровым устройствам мы видим колоссальный потенциал к тому, чтобы использовать мобильные тоже не включая Беба, а также другие различные блоги, сайты, платформы социальных сетей, направленные на поддержку родителей в их новой роли. Предоставляем базовые, но очень важные доказательные сведения, идеи, предложения, которые сейчас находятся по сути в доступе в один клик для любого. И информация, которую мы говорили, которую мы упоминали уже, в качестве ключевой потребности родителей и закрывается потребность информации и должна закрываться использованием новых цифровых технологий. следующее, что касается интеграции вопросов поддержки детей в плановые, рутинные запланированные оказания услуг, предполагает, например, интеграцию вопросов поддержки родителей в надобное посещение, обсуждение вопросов здоровья, питания, ухода за детьми, образование, социального благополучия. И, конечно же, программа надобного посещения здесь является главной точкой доступа к семьям на этом уровне. Программа надобного посещения это колоссальная возможность вступать в контакт с родителями и давать им руководство по тому, каким образом они могут проходить вот этот свой путь, свой родительский путь. И у всех, кто заступает в взаимодействие с родителями на этом этапе, у всех у них есть колоссальная ответственность за то, чтобы использовать каждую возможность такого взаимодействия для не только диагностики и выявления каких-то проблем, но и для поддержки родителей в том, что они делают с ориентацией на сильные стороны ребенка, на успехи родителей и в их подходах. Мы, опять же, напоминаем про стимулирующий ход и отзывчивое родительство. глядя на все эти уровни, глядя на то, насколько мы комплексны и всесторонне закрываем все эти вопросы, наводят нас на мысли и на рассуждение о том, какие вмешательства, какие инвестиции, какого рода программы могут дополнять или усиливать работу на каждом из уровней. Это также позволяет нам увидеть, где и на каком уровне доступны услуги, а на каком их, по сути, отсутствуют. Я пропустил один уровень, поскольку я полагаю, что вопрос от интеграции к семейным и групповым сессиям это, в общем-то, понятное решение. Дальше у нас речь о более адресных программах, которые касаются более глубокого вовлечения, например, отцов или родителей, у которых первый ребенок, или молодых родителей, или родителей, находящихся в этих или иных сложных жизненных ситуациях. То есть, на самом верху пирамиды находятся те семьи, где с детьми родители сталкиваются с наибольшими сложностями и с наибольшими, наиболее тяжелыми проблемами. И здесь у каждого сектора должно быть понимание того, какие ресурсы у него есть, и какая роль, какую роль он должен играть в показании помощи таким семьям. Но опять же, мы до вебинаров говорили и о специализированных услугах, еще по вебинару поговорим. Есть потрясающие примеры работы специалистов с семьями по самые важные годы развития детей, когда такое взаимодействие позволяет вывести детей на траекторию успешного развития. И опять же, мы говорим о том, что это все должно осуществляться в формате межсекторального подхода, в формате межсекторальных команд. и это вероятно сюда относится небольшой процент семи, которым нужно настолько сложное специализированное поддерживать. Но тем не менее, по всей пирамиде, как я уже об этом говорила, существуют программы и примеры поддержки родителей, но все эти программы, они не направлены изолированным образом либо на одну, либо на вторую категорию, либо на третью категорию. и родителей. Важно понимать, что мы хотим не только, чтобы на уровне межсекторального взаимодействия разные сектора между собой общались, но мы хотим, чтобы и родители, находящиеся на разных уровнях в части потребностей доступа, ресурсов и так далее, также взаимодействовали друг с другом, поскольку это тоже является отдельной вертикалью оказания поддержки. Опять же, мы возвращаемся к тому тезису, который я уже озвучил, о том, насколько важны системы социальной защиты и социальной поддержки для обеспечения эффективности всех этих услуг. когда мы говорим о поддержке родителей, я надеюсь, что мы помним не только про программы для родителей, но и про вопросы координации распределения ресурсов и ответственности между министерствами на основании тех принципов, которые мы проговаривали, о том, что родители являются партнерами, и о том, что у нас есть огромное количество информации приверженности делу развития их детей и работы с ними, работы на уровне сообществ. Спасибо большое за то, что дали мне возможность поделиться тем, каким образом Генесафф относится к этому вопросу и рассматривает эту возможность, и не забывайте о том, что мы придерживаемся принципов такой пирамиды. Спасибо большое, доктор Эвелина, за интереснейший взгляд на универсально интегрированный подход к поддержке родителей со стороны ЮНИСЕФ. Я полагаю, что это действительно является очень важным для наших участников. Для того, чтобы придерживаться графика, мы сейчас послушаем примеры двух конкретных примеров, послушаем примеры двух конкретных подходов к ресурсам, к организации ресурсов обеспечения благополучия родителей. Первым таким ресурсом является приложение БЕБО. Я приглашаю доктора Александру Йович, который является специалистом продвижения родителей 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 в центре ЮНИСЕФ и КАРО для краткой презентации по контексту разработки приложения БЕБО. И после этого у нас есть записанная презентация доктора, со стороны доктора Нулюфар Ахмедова, доктора и профессора Ташкинского педиатрического медицинского института, который расскажет нам, каким образом приложение БЕБО использовалось в Узбекистане. И по завершении вебинара у нас, я надеюсь, останется время, может быть, пару минут на вопросы ответа ко всем выступающим. Итак, доктор Александр Йович, вам слово. Спасибо, Александра. Надеюсь, что мой экран видно, слайды показываются. Я очень рада, я полагаю, что многие из вас уже слышали об этом предложении. Это цифровое мобильное предложение для родителей, у которого есть конкретная задача, конкретная роль. Оно было разработано для того, чтобы оказывать поддержку родителям в возрасте от 0 до 6 лет, предлагая доказательные сведения, доказательные материалы, для того, чтобы помогать родителям и родителям, у которых испытывают сложности с принятием решений, испытывают сложности с тем, чтобы обеспечивать оптимальную среду и условия для развития детей. Содержание БЭБа соответствует рамочной структуре стимулирующего ухода и освещаются все пять сфер, а также отдельная сфера, связанная с благополучием родителей. Итак, это здоровье, отзывчивое воспитание, раннее обучение, защита и безопасность, питание, а также благополучие родителей. Это приложение, которое также предлагает интерактивные инструменты. Эти интерактивные инструменты помогают осуществить мониторинг и поддержку развития детей, а также поддерживать оптимальный рост и развитие, отслеживать плановые визиты и график коммунизации. И это все является источником быстрого и понятного руководства по всем вопросам, связанным со здоровьем. Также контент-приложения содержит порядка 300 мероприятий и игр, которые призывают родителей к каким-то образом взаимодействуют с детьми так, чтобы это стимулировало их развитие и способствовало формированию важной связи и отношений между родителями и детьми. Также у нас есть отдельная теннейшая библиотека порядка 900 различных консультативных статей, которые родители могут выбирать в зависимости от своих потребностей и интересов. И все это, разумеется, связано с определенным этапом и определенным возрастом развития ребенка. В течение последних полутора лет Беба используется более чем в 14 странах. У нас порядка 840 тысяч скачиваний, и мы выполнили логализацию на все эти языки. 14 различных языков, 24 языковых варианта Беба. Мы начали разрабатывать Беба именно с точки зрения ориентации на родителей, на людей и на локализацию контента. Каждая страна переводит, адаптирует и дополняет и приносит свой собственный контент таким образом, чтобы содержание максимально отражало специфику страны. Продолжение не соберет никаких личных данных и не использует никаких личных данных. Все хранится на устройстве пользователя. Мы понимаем, что у нас в нашем регионе есть территории, где подключение к интернету не всегда устойчивое или надежное, поэтому абсолютно все ресурсы Беба содержатся оффлайн, то есть можно скачать абсолютно все материалы, и это приложение продолжит оставаться интерактивным помощником родителей прямо в их кармане. Это цифровое решение, которое направлено не только на поддержку родителей, но и на дополнение и усиление работы специалистов из разных секторов в соответствующих странах. Это инструмент, который помогает специалистам, которые находятся в контакте с родителями, находить доказательные данные, советы и выстраивать отношения вокруг того, чем следует заниматься родителям, участие, поддержке детей, создание стимулирующей среды. Там же у Бема есть своя система охвата, то есть большое количество онлайн и оффлайн мероприятий, которые направлены на повышение доверия между пользователями и все, что мы используем, это все бесплатное приложение, которое использует источник с открытым кодом. Это означает, что внутри нет и никакой рекламы, никаких инструментов монетизации. Сейчас с удовольствием предоставлю слово доктору Нилу Фар, которая расскажет о практическом опыте применения БЕБА. Таким образом приложение запускалось и развертывалось в партнерстве с Министерством Здравоохранения и со специалистами страны. Спасибо большое, доктор Александра. Александра. Спасибо большое, доктор Александра. Сейчас заслушаем презентацию из Узбекистана. Прекрасная презентация в Юнисо действительно активно работала над этим приложением, чем в 14 странах он уже работает. Давайте послушаем практический опыт его использования. Президиум, уважаемые участники совещания, разрешите представить обувь Узбекистана по внедрению мобильного приложения паспорта здоровья ребенка БИБА. Каждый ребенок нуждается в оптимальном уходе, хорошем здоровье, оптимальном питании, стимулирующей безопасность людей, а также поддержке его раннего обучения. По данным МИКС 2021-2022 года, 46% детей в возрасте 3-4 лет в Узбекистане участвуют в программах раннего обучения. И с 78% детей в возрасте 2-4 лет взрослые члены домохозяйств занимаются четырьмя и более видами деятельности стимулирующими развитие ребенка. В то же время для обеспечения наилучшего старта для своих детей все семьи нуждаются в дополнительной поддержке, особенно семьи, которые сталкиваются с дополнительными проблемами, такими как бедность, инвалидность и социальная изоляция. Почему именно БЭБе? БЭБе является приложением, поддерживающим чуткое и позитивное воспитание. Его основной целью является предоставление исчерпывающей информации о развитии детей в раннем возрасте и родительской заботе в удобном для родителей формате. Конечно, информации очень много, но БЭБа предоставляет именно научно обоснованную информацию, а также является полезным интерактивным инструментом, который помогает в вопросах воспитания и способствует укреплению здоровья и развития детей. По данным индикаторов уже Узбекистан достиг некоторых результатов. Это, конечно, 85% уже подключенных пользователей, 78% людей, которые возвращают возвращающихся пользователей. Среднее кумулятивное время составляет 37 минут, а также пользователей, читающих статьи, использующие игры и отслеживающие этапы развития детей, конечно, преобладает по сравнению с остальными странами. Узбекистан стал первой страной, запустившей БИБО, это был конец 2021 года, однако усилия по продвижению приложения, а также по интеграции программ, были минимальными с момента запуска до октября 2022 года. Это нашло свое отражение в относительно небольшом количестве новых загрузок, а также в очень высоких показателях удаления. Впоследствии подход был немножко изменен и сосредоточился на поставщиках услуг. И начиная с сентября 2022 года при поддержке ЮНИСЕФ началась реализация амбициозной программы по продвижению БИБО через работников первичного звена, родильных домов, а также детских дошкольных учреждений в двух пилотных регионах. Это в городе Ташкенте и Ферганской области. Начиная с апреля настоящего года уже идет расширение продвижения БИБО в шести регионах Ташкентской, Сардаринской, Андижанской, Самаркандской и Джизанской областях с помощью этих работников МСП и родильных домов, а также детских дошкольных образовательных учреждений. На этом слайде представлено покрытие регионов. Мы охватили уже весь город Ташкент, мы охватили центральные регионы и восточные регионы полностью, а также охватили часть центрально-восточного региона, это Самаркандская область. Нами была проведена серия каскадных тренингов при поддержке странового офиса ЮНИЦЕФ, более подготовлены тренера из административных сотрудников, врачей, медицинских сестер первичного звена, а также родильных домов, которые непосредственно затем должны были обучить своих коллег, те уже непосредственно занимались с родителями и опекунами. И на этом слайде представлено количество обученных тренеров в этих шести регионах, были обучены областные и региональные главные специалисты, это главная медсестра, главный педиатр, главный акушер-гинеколог, были обучены медицинские работники родильных домов, многопрофильных центральных поликлиников, а также медработники семейных поликлиник и семейных врачебных пунктов. Всего было обучено 1920 работников. Кроме того, в системе образования тоже в Ташкентской и Ферганской областях были подготовлены тренера и директоров, медиалистов, воспитателей и медицинских сестер, которые непосредственно работают в детских дошкольных учреждениях, 1550 тренеров. Это вот эпизоды проведенных тренингов и мониторингов в учреждениях первичного звена здравоохранения. На следующем слайде это внедрение уже в его детских дошкольных учреждениях. в городе Ташкенте было обучено 375 тренеров в Ташкентской области 655, в Ирганской области 855, которые уже непосредственно работали с родителями и с Афатикунами. Ну, извлеченными уроками стали, опыт Афатикстана показал, что использование разных каналов для продвижения социальных медиа не всегда достаточно дает успеха, а продвижение через поставщиков услуг пониманиями того, что данное приложение полезно для их работы, их профессионального роста, а также для общения с родителями. Это дает, конечно, значительный успех. Кроме этого, еще приверженность национальному уровню, тесные партнерские взаимоотношения ЮНИСЕФ, Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного образования и наличие сильных партнерских национальных партнеров. Следующими шагами будет постоянный мониторинг со стороны Министерства здравоохранения. Это постоянный обмен информацией и данными между ЮНИСЕФ и национальными партнерами, в том числе по достижению целевых индикаторов. А также использование любых источников информации, это и профессиональные сети, и медиа, и социальные сети для расширения использования данного приложения. Продвижение использования приложения через медицинских работников и работников детских и школьных образовательных учреждений для ежедневного пользования и постоянной работы по улучшению и обогащению контента, в том числе и мультимедийного, и обсуждения с мобильными операторами возможности предоставления мобильного трафика для использования приложениям бесплатно. Мониторинг показал, что в некоторых удаленных точках регионов имеются проблемы с качеством интернета и наличием его. За внимание. Во-первых, мы извиняюсь за технические вопросы. Вам нужно было выключить оригинальный звук при выборе канала, но мы благодарны нашей уважаемой докторе Нульфар Ахмедовой. У нас очевидно есть вопросы. Доктор Нульфар с нами. Мы сейчас предложим слово следующего запрещения для итоговой презентации, а затем уже соберем все вопросы. Я уверен, что наши эксперты с удовольствием на них ответят. Итак, очень впечатляет большое количество людей, которые были охвачены различными образовательными программами по использованию Биэмба. Больше трех тысяч человек по всей стране из-за сектора образования и здравоохранения. Впечатляет. Но пока перейдем дальше к нашей последней презентации госпожа Бильяна Стефанович, медсестра, а также она возглавляет службу надомного посещения в медицинском центре в городе Крузовач, Сербия. Она расскажет о комплекте материалов по уходу за теми, кто осуществляет уход. госпожа Бильяна, вам слово. Спасибо большое. Я хочу поприветствовать вас, всех, уважаемых участников. Я пока не могу проиграть видео, но пока наши коллеги подключат этот функционал, я расскажу вам об опыте заботы о тех, кто осуществляет уход за детьми в Сербии. Это комплекс материалов, по сути, комплексный модуль, который мы разработали для повышения навыков наших работников по оказанной поддержке самим родителям. Мы знаем, что родители играют важнейшее значение для развития детей. Крайне важно, чтобы родители также чувствовали себя хорошо, для того, чтобы дети чувствовали себя хорошо. для успеха у родителей должна быть мотивация, знание, поддержка для того, чтобы они могли должным образом обеспечить уход за ребенком. За последние пару лет мы изменили подход в Сербии, уделяя сейчас большее внимание эмоциональным потребностям родителей и признавая и распознавая их потребности и реагируя на них, поскольку все родители, которые переживают стрессовые ситуации по ходу родительства, имеют потребности, которые важно уметь распознать и помочь им развить навыки, необходимые для того, чтобы справляться с этими состояниями. мы работали в сфере иммунизации, гигиены, ухода, питания, а сейчас мы добавили также модуль по тому, как справляться со стрессовыми ситуациями для родителей. Тренинг это обучение на самом деле лично для меня имело большое значение, поскольку он был интерактивным, была поддержка в части супервизии, 20 коллег одновременно проходили обучение, мы все работали в формате сотрудничества. Мы обсуждали конкретные практические примеры, прорабатывали сценарии, разыгрывали различные взаимодействия в части супервизии и по ходу этого тренинга поддерживали друг друга. Поэтому сейчас по итогам обучения у нас у каждого больше уверенности в наших собственных способностях и возможностях. Опять же, с самого начала мы работаем по этой теме еще до рождения ребенка, то есть создавая такие альянсы или прочную связь с родителями на этапе беременности для того, чтобы начинать обсуждения с ними и выстраивать доверительные отношения. Опять же, говорим родителям о том, чтобы они в части заботы о себе, в части ухода за своим состоянием и благополучием уделяли заранее, еще до рождения, таким вопросам, как, например, какое количество времени они будут стремиться уделять себе после рождения ребенка, куда можно будет обратиться за поддержкой, которая нужна им, нет ребенку, а им, собственно. Обзывательный модуль, который мы здесь презентуем, адаптирован на материале для национального контекста, экспериментное обучение посредством трехдневного обучения, затем 25-часовой учебный модуль и сессии с фасилитацией. На первом этапе обучается 10 мастер-тренеров и 55 участников из трех секторов. Это и надомные медсестры из учреждений здравоохранения, системы социальной защиты, системы дошкольного образования. Дальше происходит перенос знаний на следующий уровень. 20 мастер-тренеров из 20 локаций, которые также включают троножных обученных сестер и системы здравоохранения, у которых уже есть знания и навыки по дальнейшему расширению профессиональных знаний и навыков 80 дополнительных тренеров для того, чтобы они в конечном итоге обучили еще 100 мастер-тренеров 2023 года. У нас есть и третий этап имплементации системы ухода за теми, кто обеспечивает уход. Это обучение абсолютно всех 1200 надомных сестер в Сербии, которых мы планируем обучить навыкам обеспечения ухода за теми, кто считает уход к концу 2024 года. Очевидно, что это предполагает навыки по тому, как справляться со стрессом, как распознавать признаки стресса, усталости, сложных эмоций у самих себя и преодолевать эти состояния. Один из методов, например, это просто, например, дыхательное упражнение. Это как практический пример. Мы вот такого народа упражнений сейчас силами подлаженных сестер предлагаем всем всеми практиковать в качестве регулятора стресса. Опыт Сербии был направлен на обеспечение устойчивости подобной инициативы. Главным компонентом является разработка нового профессионального методологического руководства, где поддержка тех, кто осуществляет уход за детьми, является интегрированным компонентом поддержки, который обеспечивается на уровне национальной системы здравоохранения, на уровне первичного звена. то есть, чтобы был четкий план, четкое руководство по использованию этих подходов в повседневной работе, а также разработка конкретных методологических руководств на интеграцию отдельных подходов по уходу за теми, кто осуществляет уход в их практику. Также есть необходимость обеспечения аккредитации учебных материалов по этой теме. Опять же, говоря об изученных уроках, должна начать с цитаты, которая сказала, спасибо, что вы меня выслушали. Для меня это значило очень многое. Иногда нужно совсем немного для того, чтобы родители почувствовали себя неодинокими, чтобы родители поняли, что на самом деле для их опасений, для их страхов нет никаких оснований и на самом деле они сталкиваются с тем, с чем сталкиваются абсолютно все повсеместно по всей стране. Мы их не осуждаем, мы их не критикуем, мы просто говорим им о том, что мы это те, кто привержен делу их поддержки, кто надеется пользоваться их доверием и расположением для того, чтобы быть источником информации, быть источником доказательных данных. Мы знаем, что согласно предварительным выводам вализационного исследования по нашей программе, все, кто стоит уход в сервисе за детьми, демонстрируют повышение уровня навыков родительства для групп высокого риска, очень важным фактором было снижение стресса, связанного с родительством, а также уровня тревожности. Также мы демонстрировали довольно существенное улучшение показателей по депрессии, самодостаточности и социальной поддержке. Наиболее заметное улучшение для женщин, находящихся в ситуации низкого риска, отмечалось по уровню стресса, связанного с родительством. наш анализ указывает на то, что ключевые тренинги по разработке навыков сыграли важную роль в повышении уровня, снижении уровня родительского стресса. Например, все начинается с самого простого. Родители задают вопросы, о чем мне вообще с ребенком разговаривать, если он меня не понимает. Мы объясняем, что разговаривать с детьми можно даже, когда они еще не родились, когда они находятся в утробе, потому что это все важно для установления контакта. Это важно и для родителей. То есть, начинается все даже с таких самых простых моментов. Объясняем им, что им в жизни нужны лица, которым они могут обратиться за поддержкой, лица, на которых они могут рассчитывать. Это может быть кто угодно. То есть, это могут быть члены их семьи, это могут быть знакомые или родственники, это могут быть врачи, могут быть специалисты, то есть, кто-то, кто является для них довольно авторитетным лицом в плане оказания поддержки или предоставления информации. То есть, довольно простые вещи. Что касается повышения осведомленности работников передового права, края, они нам говорят о том, что это значительным образом повысило и их осведомленность о том, каким образом лучше взаимодействовать с родителями. В частности, в качестве цитаты, один из наших участников сказал, что на самом деле очень здорово, что такое, внимание таким вопросом, как чувство тревоги, страха, усталости у родителей наконец является одним из приоритетов нашей работы. Поскольку это помогает и нам, со своей стороны, понять и прочувствовать определенные эмоции, тревожность, стресс, которыми мы сталкиваемся в нашей работе. И если мы поддерживаем людей в том, чтобы они осуществляли заботу о себе и уход за собой, это дает и нам понимание того, что в случае, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным, у нас также есть определенный инструментарий, на который мы можем полагаться для разрешения наших собственных задач и сложностей. У нас есть даже практика обмена передовым опытом. Например, раз в неделю проводятся сессии в некоторых учреждениях здравоохранения, где сестры делятся опытом, говорят о том, каким образом они делятся успехами, рассказывая о том, как им кажется у них хорошо получилось, и делятся неудачами, то есть говорят о том, что у меня возникла какая-то сложная ситуация, например, в консультировании, и все советуются, каким образом подобной ситуации можно разрешить. Поэтому все говорят о том, что на самом деле это довольно сильно повышает уровень уверенности в своей способности выполнять качественно свою работу. Поэтому спасибо, надеюсь, что вам также было интересно. Действительно, очень интересно. Спасибо большое за вашу прекрасную и интересную презентацию. У нас есть какое-то количество вопросов, и со своей стороны мы бы хотели обратить на них. У нас не будет времени сделать это прямо сейчас, но если вы подписаны на нашу рассылку «Система здравоохранения для раннего обеспечительства», мы все вопросы разберем и ответим на них в рамках нашей рассылки. И ответы вы получите именно от тех, кто выступал сегодня по мероприятию. я также хочу призвать каждого из выступающих, начиная с доктора Эвелины, поделиться каким-нибудь главным тезисом в завершении сегодняшнего мероприятия. господин Эвелина Борисова, доктор Ахмедова, Александра Юрвич и Бельяна Стефанович, пожалуйста, по одному тезису Могу действительно начать и затем передам слово. Хочу лишь сказать, что для меня посыл был главным. Многие программы по поддержке должны быть ориентированы на поддержку и детей, и родителей и должны строиться индивидуальным образом для построения доверительных отношений. Коллеги задавали об этом вопрос, почему родители не сотрудничают, что делать, если они не сотрудничают. Я бы такая, что ключевым действительно является построение вот этих доверительных отношений. Это требует и навыков, это требует и терпения, но сам сдвиг парадигмы как раз-таки заключается в выстраивании партнерского отношения с родителями, где мы являемся лишь одним из лимитов поддержки, а в то время как они со своей стороны являются главным источником всего ресурса для поддержки оптимального развития своих детей. Надеюсь, что вы посмотрите на те ссылки, которые мы разместили в чате и ознакомитесь с теми ресурсами, которые мы вам предлагаем. Эбилена, спасибо за презентацию, доктор Леофар, спасибо за презентацию, огромное спасибо за то, что поделились практическим опытом, и мы также ваши контакты до участников доведем, чтобы они могли задавать вам вопросы, если у них они будут возникать. Спросим о госпожи доктора Леофар Ахмедовой, есть ли у нее какой-нибудь завершающий комментарий, буквально один тезис. Я бы хотела поблагодарить всех докладчиков за интересную информацию, я уже открыла и скачала все эти ссылки, которые были представлены нашими специалистами. Я думаю, поддержка родителям необходима для их раннего развития, для развития их детей, для сохранения их здоровья, для их благополучия. сегодняшнее, вот то, что я представляла, мобильное приложение БЭБО было очень хорошим решением для них. Я думаю, что это будет развиваться и в других наших регионах, и в других странах. Было очень удобно то, что БЭБО работает на удобном для родителей языке, и думаю, что они будут использовать. А привлечение поставщиков услуг для внедрения, это было правильным решением, и было очень эффективным. Оно показало свои результаты. Я желаю всем здоровья. Спасибо за возможность, что дали возможность участвовать на совещании. Спасибо большое, госпожа доктор Ахмедова. Итак, Бильджана, вам слово. Бильджана, может быть, хотите что-то сказать в завершении? Спасибо большое, было очень интересно слушать презентации, и действительно очевидно, что у нас общий взгляд, общие взгляды отличаются, возможно, где-то практика, кто-то пошел в одном направлении, кто-то в другом, но очень здорово, что мы все понимаем, насколько важно вовлечение родителей в дело развития детей раннего возраста. Спасибо, спасибо большое. Приглашаю доктора Айгюль Кутумаратову, она технический специалист по развитию первой системы здравоохранения для охраны здоровья детей и подростков Европейского регионального бюро ВОЗ для завершения нашего мероприятия. Спасибо большое, Александра. Спасибо большое, уважаемые выступающие, за насыщенные, за богатые и вдохновляющие презентации, за практический опыт Сербии, Узбекистана, за вдохновляющее заключение. Хочу буквально несколько тезисов озвучить в этом сегодняшнем вебинаре. Во-первых, вопрос психического здоровья родителей имеет ключевое значение для развития детей. Дети это проводники перемен, но их собственные сложности могут стать препятствиями на пути к созданию стимулирующей среды и отзывчивого ухода и для построения отношений между родителями и детьми. часто мы говорим о том, что послеродовая депрессия является фактором риска для обеих, для матерей, для родителей. Поэтому психическое здоровье родителей должно оцениваться и по ходу беременности и после родов, а также при оценке развития ребенка. Поэтому что мы можем сделать для того, чтобы дальше двигаться по теме развития детей раннего возраста? Во-первых, универсальный подход. Родителям всех детей необходим доступ к системам здравоохранения, которые дают им достоверную информацию, которые дают им руководство, которые дают им уверенность в их роли как родителей. И в этом смысле универсальный подход очень важен. Информированные родители могут належащим образом реагировать на потребности ребенка, создавать стимулирующую следу, принимать осознанные решения по уходу, могут давать согласие на медицинское уменьшательство и лечение и придерживаться графика современной вакцинации. Хочу также подчеркнуть на основании сегодняшних обсуждений важность грамотности в сфере здоровья. Огромное количество родителей сейчас подвергают воздействию ненадлежащих источников информации, особенно в интернете. Для того, чтобы принять осознанное решение, необходимо повышение уровня грамотности, то есть понимание этапов развития ребенка, доступ к услугам и понимание прав родителей в части психического здоровья в том числе. Поэтому перед направлением на достоверные источники и информацию онлайн и в сообществе это важный момент. мы уже предлагаем сегодня определенные пакеты по вмешательству. У нас есть приложение Beba, у нас есть учебный модуль заботы о тех, кто обеспечивает уход. Эти инструменты, которые используются в различных странах для обеспечения руководства по тому, как максимально эффективным образом действовать в интересах вашего ребенка и предупреждать деструктивные насильственные практики воспитания. Интересно было услышать о практике применения Beba в Узбекистане. Кто может обеспечить консультирование? Конечно, очевидно, это специалисты системы здравоохранения, особенно первичные системы, они играют важнейшую роль и те, кто осуществляет надумные визиты, поскольку они имеют уникальную позицию в плане контакта с родителями. и семьями. Ну и необходима наша практическая помощь. Есть прекрасные примеры поддержки семей, использование много междисциплинарных команд, использование патронажных и надумных сестер, использование различных центров поддержки развития раннего возраста, которые сейчас начинают использовать подходы, направленные на поддержку психического здоровья родителей и их благополучия в сложных жизненных ситуациях. Хочу также подчеркнуть тот тезис, что поддержка родителей означает фокусировку на ребенке, а не на родительском воспитании как таково. И наконец, нам нужно коммуницировать с родителями на языке поддержки, на языке поощрения, избегая стигматизации и избегая усиления определенных негативных состояний. Мы часто слышим про стигму. Стигма связанная с психическим здоровьем – это реальная вещь. ВОЗ, UNICEF и ИС оказывают техническую поддержку в адаптации эффективных инструментов вмешательства от страны к стране, направленных на создание стимулирующей среды для родителей, в том числе. Мы также поддерживаем страны в разработке и реализации национальной политики по стимулирующему уходу. Мы здесь, чтобы вас поддерживать. И наш сайт ИС для системы здравоохранения также направлен именно на это. Работа в Европе, в Центральной Азии и других регионах ВОЗ, UNICEF и ИС поддерживают эту работу в рамках конструктивной технической группы. Я благодарен всем участникам, которые сегодня к нам присоединились. Всего вам самого наилучшего. И до следующей встречи в рамках нашей платформы, которая постоянно предлагает новые информационные доказательные ресурсы, а также способствует обмену передовыми подходами между странами. Спасибо.